ГИБДД выступает за ужесточение правил дорожного движения. В частности, ведомство предлагает внести новую статью в Кодекс об административных правонарушениях. О каких конкретных изменениях идет речь, расскажет Юрий Осипов. Как известно, конфликт сторон дорожного движения приводит к печальным итогам. Динамика роста ДТП со смертельным исходом привела к ужесточению наказаний. В данное время в Госдуме рассматривается новый законопроект МВД России, по которому водителей могут лишить прав. Новая статья предполагает судебное разбирательство при трех грубых нарушениях ПДД в год. Это касается нарушений, за которые водитель был подвергнут административному наказанию и может повлечь за собой вплоть до лишения прав от одного года до полутора лет. Лишиться права управления транспортным средством можно будет три раза, попавшись за превышение скорости более чем на 40 км в час, нарушение правил проезда железнодорожного переезда или проезд на запрещающий сигнал светофора и за выезд на встречную полосу движения, за пресечение сплошной линии. Если окажется, что у нарушителя нет прав, ему будет назначен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Прежде в административном кодексе не было многих мер административной ответственности, в том числе и за повторные нарушения. Думаю, что это очень полезный закон, потому что те, кто не нарушает, им это не повредит, а те, кто нарушают, они создают опасную ситуацию на дороге. Следует отметить, что под нововведение не подпадают нарушения, выявленные с помощью камер, работающих в автоматическом режиме. Это не коснется тех, кто получает штрафы по почте. Дело в том, что в этой ситуации наказывается не водитель, а собственник автомобиля. Я считаю, что введение такой статьи правильным решением. Это положительнее скажется на ситуацию дорожного движения. И тем более сейчас очень много водителей, которые злостно нарушают правила дорожного движения. Это поможет, мне кажется, сократить количество нарушений. С начала года отмечается рост происшествий по вине водителей. Так, количество ДТП возросло на 1%. Погибших больше на 1,3%. Раненых на 2,8%. Нововведение должно помочь дисциплинировать водителей, неоднократно нарушающих правила дорожного движения. Это позволит снизить количество ДТП и пострадавших в них людей. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.